Лето для школьников – пора особая. Никаких учебников и занятий, только отдых и веселье. Но ребята из футбольного клуба «Сахалин» не относятся к их числу. Несмотря на летние каникулы, они упорно занимаются каждый день. И надо сказать, не зря. В это воскресенье они вернулись отборочных игр Кубка России. Сыграв несколько сложных матчей, они завоевали почетное первое место. Впечатления очень хорошие. Было играть очень сложно. Мы очень сильно готовились к этому турниру. Там был очень душный климат, там было очень жарко. Всем было сложно играть, тем более полевым игрокам. И самая сложная игра была против «Луча» и «Звадилстока». Конечно, была радость. Потом хорошо отметили победу. А как отмечали? Пошли с командой в баню, попарились, покушали пиццу и арбузы. А буквально три месяца назад ребята и представить не могли, что смогут так сыграть. Тогда они в прямом смысле остались без наставника. Бывший тренер Златко Станкович, который тренировал ребят два года, покинул Сахалинскую область. А команде через месяц нужно было уезжать на Кубок России. К сожалению, на Сахалине на тот момент не было специалистов, которые могли бы команду достойно представить в финале. Слава Богу, на наш запрос откликнулись тренерский состав из «Локомотива» Олег Елышев и Олег Надейкин. Тогда ребята не заняли призового места, поэтому, приехав домой, стали усиленно заниматься. Новый тренер – новые правила. Олег Елышев следит не только за тренировками, но даже за питанием и режимом Дня футболистов. Главный тренер убежден, что ребятам еще многому нужно учиться. Упражнений очень много, которые, видимо, они не знали или не давали им. И на тактику, и на технику. Очень много всего. Но постепенно мы до них это доводим. Начинают они схватывать. И это, в принципе, радует. Поэтому и результат идет. Молодцы ребята. Впереди команду ожидают еще одни крупные соревнования. Заняв первое место, ребята получили право выступить в финале Кубка России. Этот турнир пройдет этой осенью в Крымске.